Каждый день новые открытия. Я хочу, чтобы её иммунитет был таким же сильным, как и её желание познавать этот мир. В 50 лет опыта в исследовании грудного молока вдохновили нас на создание Нутрилон Премиум 3. Новые формулы для развития интеллекта и поддержки иммунитета малыша. Нутрилон Премиум 3. Ваша жизнь, наша наука. У тебя такие носки, ты любишь пап? Тут у нас Вилочка лежит. Привет, ребята! Новый день, новый влог. Сегодня у нас вторник, 18 число. И я крашусь. Погода сегодня ужасная. Весь день дождь, гроза, прям смешедший ливень. И мы недавно устали, кстати говоря. Я помню, кто-то говорил, типа, ой, появится ребёнок, вы не будете спать до обеда. Мы в итоге вместе с ребёнком спим до обеда. Ой, прикол, конечно. Ну, наверное, в идеале вставать-то пораньше уж. Но, блин, тогда я не высплюсь вообще. Потому что ночью мы не всегда хорошо спим. Вчера мы уснули в 4 утра. Это я говорю про нашу дочь, Анну. Еле как её вообще. У печали, у боюхали, не знаю. Пустышка это вещь, конечно. И от того, что у нас есть сосочка, которую Анечка наша берёт, я думаю, именно поэтому она как бы сильно много на мне не висит, как могла бы. Не то, чтобы я такая, типа, нечего на мне висеть. Я как бы, ну, не против. Я понимаю всё. И я сама люблю вот эти моменты, когда мы вместе. В общем, вчера очень долго мы пытались уснуть. То нас одно мучило, то другое. Слава переживает, думает о том, что, может, я что-то не то ем. Потому что у неё всякие там, ну, короче, натужится долго. Газики, не знаю, не газики. Но при этом в туалет она ходит. Хорошо, в итоге газики у неё выходят. Без всяких там и трубочек и так далее. Да, у нас на это уходит какое-то время. Да, надо поделать массажики, ножки позагибать и так далее. Но в итоге-то, ну, как бы, получается. Я просто не знаю. Вот сегодня у нас будет сезон с педиатром. Моя подруга Луиза поделилась контактом. У них свой педиатр. Вот. И она очень её рекомендовала. Ещё даже, мне кажется, до того, как я забеременела. Говорила, вот, когда ты забеременеешь, обязательно я тебе дам контакт с его педиатром. Вот. И мы сегодня должны звонить. Я как раз, ну, хотела узнать по поводу того, сколько что стоит, что входит. Ну, какие услуги. Ну, понятно, что это какие-то приезды к нам домой. Это постоянный онлайн на связи, ещё что-то. Ну, короче, какие-то такие моменты. УЗИ, МУЗИ, не знаю. В клинику уже что-то приезжать делать. Хотя вот там, где мы были, где мы рожали, в мать и дитя, там тоже есть контракты, ну, с педиатром. Я, Слава, вчера купил газоотводные трубочки на всякий случай, чтобы были у нас дома, потому что, ну, потому что просто спокойнее, когда у тебя всё, знаете, есть. И я понимаю, что, ну, вот газоотводные трубочки, это у нас такое, типа, когда уже ничего не помогает, никакие ножки, подгибашки и так далее, и так далее. Это уже прям такое последнее, потому что, конечно, не хочется лишний раз ничего туда засовывать, малышки наши, и надеюсь, конечно, что и не придётся. Но, в любом случае, спокойнее, когда это всё есть дома. Короче, Слава переживал то, что, может быть, я что-то не так ем и так далее, и так далее. Хотя я, ну, да, я, конечно, конфетки какие-то ем, типа батончика вот этих Ротфронт. Там, не знаю, могу что-то такое съесть, но никаких чипсов, никакого фастфуда, ну, понятное дело, никакой газировки, даже соков. Единственное, что я пью, это чай, воду, да и всё. Ну, то есть я реально прям, короче, стараюсь ничего такого не есть из-за какой-то еды, там, вот сейчас я ела творог. Правда, вчера я ела хлопья на завтрак, но мне кажется, это же тоже ничего страшного. Ну, короче, я просто к тому, что я стараюсь лишний раз ничего такого не съесть, что будет вызывать у меня такой, типа, ой, капец. Хотя, может, там молоко не очень хорошо, хотя, может, и хорошо, не знаю. Короче, всё это очень волнительно. И от того, что я понимаю, что от того, что я ем, зависит, как поведёт себя животик у нашей дочки, какие-то, возможно, аллергии, не аллергии. У меня, конечно, страшно, и мне не хочется лишний раз ничего такого съесть. Но, как минимум, пока она такая малышка, может быть, позже будет уже не так страшно, потому что я буду думать, ну, уже у нас с пищеварением-то всё получше. Потому что сейчас-то, понятно, у них всё, у малышей совсем маленькое, совсем ещё там, вот мы сейчас сидели, читали, там какие-то микроэти элементы ещё в животике не, ну, не работают так, как должны. Никаких-то нужных вот этих всяких бактерий, их там ещё нету, ну, короче. Короче, Слава переживал, переживал, что она там, ну, типа, в туалет что-то не идёт, ещё что-то тужится весь день, уже два дня она тужится. Вот, я почитала в интернете тоже, что это ничего страшного, тужится, это нормально, что тужится, они все тужатся, а что ему ещё делать-то? Вот, и пока он переживал, она так хорошо сходила в туалет, я говорю, всё у нас нормально. Ну, короче, в любом случае надо, конечно, конечно, надо всё равно проконсультироваться, чтобы спать спокойно, знать, что это в порядке вещей, это норма. Просто, да, нужно нам там каждый вечер делать какие-то специальные процедурочки, массажики. Ну, мы как бы массажики и так делаем. Я покупала курс, там чуть-чуть надо помассировать животик, потом ножки подогнуть, и нам вот это очень тоже помогает. И вообще, в принципе, больше всего нам помогает, девчонки, самый вообще лучший вариант, это прийти вот в ванну, например, положить ребёнка на пеленальный стол, раздеть, и всё. Ребёнок сразу и писает, и какает, и все газовые ходят, ну, вот реально, я не знаю, это какой-то волшебный пеленальный стол. Но вот как будто бы, когда нет подгузника, и малышка лежит, да, она лежит, там тужится, ещё что-то, но вот всё получается. Ещё если мама с папой помогут какими-то там движениями, ножки подогнуть где-то, ещё что-то, то ещё лучше вообще. На животик тоже выкладываем, переворачиваем ненадолго. К нам приходил детский врач, показывал тоже, как это сделать. Вот, по чуть-чуть ненадолго выкладываем, это тоже помогает газикам, видите, всяким. В общем, да, это единственное такое, вот знаете, вот днём, наверное, нам даже бывает посложнее, чем ночью. Вот, в плане всяких вот таких вот процедурочек, переживаний за малышку нашу, потому что ночью она просто спит и всё. Спит, ест, там, подгузник поменял, всё нормально. Мы вчера с Кариной голосовыми попереписывались, и вот она тоже говорит, что... Ну, понятно, она же уже прошла, все вот эти вот моменты начальные. Она говорит, что ничего, как бы, такого прям супер страшного нет. Конечно, первое время там тяжело, понятно, всё дело. Вот, но, типа, нет такой проблемы, которую нельзя решить. Я, в принципе, с этим согласна. Просто, конечно, бывает, долго стоишь, долго бывает, даже всего качают на лыжку, но с каждым днём мы всё больше и больше понимаем друг друга, понимаем, что нам нужно друг от друга, скажем так. Потому что я, бывало, пыталась её покормить тогда, когда она не хочет кушать, и это, конечно, тоже бред. Просто я вот, например, вчера пыталась её покормить тогда, когда она кушать не хотела. Но её что-то беспокоило, я подумала, может быть, она кушать хочет. А у меня такое, типа, если покормить, то это, как бы, решает все проблемы. Ну, получается, малыш и в туалет сходит, и уснуть может, потому что, ну, я что-то такое читала, я её в курсе, это было, что в молоке как раз-таки всё это нужное содержится. И для того, чтобы малыш спал, и для того, чтобы малыш ходил в туалет, вот. И, собственно говоря, чтобы поел. Ну, то есть, короче, типа, я думаю, блин, молоко должно решать все проблемы. Я её прикладываю, она вроде начинает есть, потом начинает орать. Вот так вот у нас было вчера. Я думаю, да что ж такое? Я подумала, что что-то не так с грудью. Думаю, господи, может, я что-то съела, нет. Ну, знаете, это такое, когда первый раз родитель, переживаешь, понятное дело, думаешь, а вдруг что-то не так. Потом оказалось, что у него мокрый подгузник. Хотя я его буквально только что меняла. Ну, короче, это такой момент, знаете, тоже. В общем, просто нужно себе сделать в голове памятку, что если у нас не получается что-то одно, сразу проверяем что-то другое. Вот, а не пытаемся покормить ребёнка, потому что я пыталась какое-то время. Думаю, может так, может сяк, может сидим, может стоя. Думаю, может, ей просто сейчас нет настроения в такой позе есть. Ну, короче, я рассказываю это, потому что я, как говорила, что я не могу там быть сразу, понятно, какой-то идеальной мамой. Все мы будем допускать ошибки. Это нормально. Самое главное извлекать уроки из этих каких-то ошибок и, ну, потом понимать, как надо, как не надо. И это, я думаю, абсолютно нормально. То, что я не сразу всё делаю правильно. Я не ванга, там, я не знаю, я не могу сразу догадаться, что на самом деле там, не знаю, она, оказывается, описалась. Хотя только что мы поменяли подгузник и, типа, казалось бы, в духе. Но я не знаю, только что она пописала, сейчас она опять пописала. Ну, короче, это я к тому, что не можешь всё предугадать, и иногда кажется, что малыш хочет кушать. Ну, типа, я же не знаю, она же не говорит, типа, я хочу есть. А я такая думаю, ну, может, она хочет есть. Короче, вот, пыталась приложить к груди, не получалось, не получалось. Я, ну, подумала, что что-то случилось. Потом я её и так, и сяк, и так, и сяк, поменяла подгузник, всё, орёт, орёт. Ну, короче, что-то там у нас не получалось, не получалось. В итоге я просто положила в люлечку, дала сосочку и всё. И просто всё. Какие вот дела? Орала, как вообще? Я в такие моменты, кстати, не плачу, не схожу с ума. Наоборот, я такая, так. Я просто вчера увидела по глазам Славы, что он не то, что там типа плачет, нет. Но просто ему было прям очень грустно. Понятное дело, мне тоже было грустно от того, что наша дочка плачет. Ну, не сказать, что он долго плакал. Но это просто к тому, что он прям такой, знаете, такой милаш. Ну, типа. А я такая, так. Быстро решаем проблему. Короче, такая я. Мамаша не нюня, короче. Хотя я, бывает, сижу на дне, конечно, тоже плачу. Фотки бывают, смотрю, плачу. Хочу вообще, знаете, что вам рассказать интересное? Раньше я больше обращала внимание на какой-то хейт и негатив. Еще до беременности, наверное, прям очень много обращала внимания. Я все сидела, могла прям сидеть читать, что там люди считают со своим мнением каким-то про меня, насколько я там не такая и так далее, и так далее. Прям сидела, читала. Потом, когда я забеременела, у меня столько началось всяких дел, хлопот и работы и так далее, и так далее. У меня просто тупо не было ни времени, ни желания тратить на эту жизнь. И мне стало так пофиг на вообще... Ну, конечно, я, бывает, комментирую. Но, блин, я думаю, что многие понимают, что чаще всего я комментирую такие вещи для того, чтобы обсудить какую-то тему, поднять какую-то проблему, скажем так, типа, общую свободу, посмотрите, какие глупые люди. Вот, типа, так не делайте. Но на самом деле мне реально пофиг, кто там что думает, кто там что считает, что надо носки надевать, не надо. То есть, понятно, есть какие-то советы от девочек-подписчиц моих, за которые я им безумно благодарна. И, конечно, я всё равно читаю. Но если говорить о том, что реагирую я на какой-то хейт-негатив, нет, мне пофиг, потому что у меня нет на это времени. И я, кажется, наконец-то доросла до того момента, когда я понимаю, что, типа, блин, люди, которые хейтят меня, у них просто очень много свободного времени. У меня нет свободного времени даже на то, чтобы подумать, как там меня захейтили, ещё что-то, ещё что-то. То есть, единственное, где я могу на это потратить время, это во влоге, чтобы пообсуждать какие-то темы, например. Так вот, это я к чему клоню, что сейчас, когда появился ребёнок, ещё больше пофиг на то, что там пишут. Я даже комментарии не удаляю, а у меня такие гадости бывают, пишут в, господи, в запрещенку нашу, под постом пишут, там, где Слава подарил мне серёжки, вот эти. Пишут, типа, вот, типа, чего, просто серёжки, кому-то дарят машины, квартиры, ещё что-то. И кто-то в комменты написал, типа, блин, типа, мне бы такие просто серёжки. Ну, короче, знаете, вот такие вещи, я на это даже не реагирую, потому что я понимаю, что вообще пофиг. Так же, как и не реагирую на то, что люди пишут, ну, не реагирую в том плане, что меня это не задевает. Потому что я это комментирую, я это комментирую для поддержания, скажем так, контента, диалога. Вот. А также комментарий, что я не люблю свою дочь, потому что я не выставляю видео, как я плачу, над ней сижу, например. То есть реально был такой комментарий. Нет ничего плохого в том, чтобы, ну, поплакать, конечно, это гормон, и всё, я тоже плачу. Знаете, ну, типа, просто я это не выставляю в интернете, потому что не считаю, что я обязана и должна кому-то выставлять, как я сижу и плачу над ребёнком. Я вообще не люблю слёзы на видео. Я думаю, что вы заметили, я в видео никогда не плачу. Даже в видео, где я рассказывала про дедушку своего, Царствие Небесное, даже там я вырезала моменты, где у меня слёзы текли. Ну, то есть для меня это, ну, зачем? Это не то, что я не эмоциональная, я считаю, что я человек добрый, эмоциональный, у меня там есть сердце, душа, всё. Но я просто не считаю нужным выставлять такие вещи в интернет. И вот я говорю о том, что с появлением ребёнка ещё больше становится вообще пофиг на всё. Вот реально пофиг. Потому что ты понимаешь, что у тебя и так нет времени, у тебя ещё куча и работы, и диет, и хлопот, и забот. Ещё думать про какой-то там хейт, про каких-то там людей. Вот знаете, вот я иногда читаю какие-то там гадости про себя, ну, так выходит, что попадается ещё что-то. И я понимаю, что люди стоят на одном и том же месте, они всё так же сидят и засирают меня. Я уже куда-то далеко ушла, у меня уже жизнь пять раз изменилась, у меня уже просто, я не знаю, что, движуха, и работа, и семья, и хлопоты, и вообще всё-всё-всё. Ну, типа, а люди всё сидят на одном и том же месте, ему солят одно и то же, понимаете. И я думаю, ну, я каждый день хожу с косичкой вот с такой, у меня, конечно, дома это очень удобно. Она у меня не какая-то там супер дизайнерская, просто обычная косичка для удобства ходить по дому. Накрасилась я потому, что снимаю неделю в логике, потому что мне нужно снять рекламные проекты. Я помню, когда оставалось какое-то время до родов, я сказала Кириллу, менеджеру, что, типа, Кирилл, я возьму себе отпуск на месяц, никакой работы, ничего мне не предлагайте, ничего не согласовывайте. Ничего не знаю. Потом я посидела, подумала, покумекала, и такая, типа, блин, в смысле не предлагайте никакой работы, если у меня будет время, делать свою работу, почему я должна от неё отказываться. Считаю абсолютно глупым отказываться от работы, особенно, когда у тебя владелец на руках. Ну, типа, это потому, что, знаете, кушать-то надо, младенца прокормить надо. Начали смотреть сериал «Укрытие», он же «Бункер», ну, он, типа, почему-то по-разному везде как-то называется. Прикольный сериал, только прям хорошенько его посмотреть не удаётся, понятно, по каким причинам, потому что у нас то одно, то другое, то мы легли спать удобно, то мы не легли спать. Очень хочу подстричь волосы, прям мечтаю, если честно, об этом. Хотя мне нравятся длинные волосы. Так вот, сериальчик прикольный, интересный, но мне очень тяжело даётся его посмотреть, потому что, как правило, я начинаю вырубаться, засыпать. Вот, а так вообще по поводу сна, чего хотела сказать, что спим ночью мы хорошо, я уже это говорила. Хотя даже если просыпается она, типа, каждые 2 часа, например, хотя было такое, что она спала 4 часа, а потом, типа, на часик проснулась, даже меньше. Ну, типа, поменять подгузник и поесть, и потом опять уснула. Вот, ну, то есть, по сути, блин, реально, за это время можно хорошо выспаться. А мы ещё досыпаем потом днём. Такая вот я мать. Что-то я не сильно сейчас сбрасываю, не знаю почему. Сегодня я взвесилась, было 65,2. Утром я взвесилась. 65,2, это знаете, сколько минус? Было 76,76 и 5 минус 65,2. 11 килограмм 300. Я сбросила за, получается, 7-8 дней, 10 дней, за 12 дней после родов. Ну, понятное дело, кто-то написал, ну, из разряда хейтеров, типа, что сложно, типа, написать там, не знаю, молодец, клёвый, пусть всё будет хорошо. Ну, короче, гнилые люди. Я написала, типа, ребята, я уже там сбросила после родов вот столько-то килограмм. Кто-то написал, типа, нихрена ты не сбросила, это просто ребёнка ты родила и всё. Ну, ребёнка же так просто родить. Живот всё меньше и меньше с каждым днём. Так я сейчас выгляжу. Жопа куда-то ушла сразу. Я вчера попробовала влезть в какие-то, типа, такие льняные штаны XS. Вообще, я думала, что они S, но, короче, пыталась в них лезть. Здесь влезла, но там, где, короче, ноги, вот здесь вот, там прям натягивалось, наверное, натяжение было. Ну, то есть, понятно, что рано мне ещё такие штанцы носить из добеременной одежды. Я немного чего померила, чтобы такая, типа, вау, как прикольно снова носить это или вот это. Ну, короче, я ничего такого не меряю. Вообще, хожу каждый день в одном и том же реально. Только вот что-то меня, понятно, стираю, там, меняю, всё, вот, типа, таких вещей. Вот, а потому что мне сейчас снаряжаться некуда, мы реально сидим дома, потому что, ну, вот, типа, погода, я не знаю, как вам показать. Сейчас хотя бы дождь закончился, а так был сумасшедший дождь с грозой, с молнией. И ещё будут дожди и дожди и дожди. Ноги ещё не похудели, чтобы я такая, вау, как классно. Раньше у меня вот здесь вот не было. У меня вот такие ноги были. Ну, типа, вот, худые-худые. Как вот это. Ну, я вообще не парюсь, потому что я настолько привыкла к своему беременному состоянию, когда я была ещё больше, что сейчас то, что у меня нет живота, то, что я могу, типа, нагибаться, что-то такое делать, ну, на корячках как-то стоять, полы мыть, ну, то есть, знаете, прям вот сесть на коленки, ползать. Я и так как бы могла даже с огромным животом, но просто сейчас я чувствую такую, понятное дело, лёгкость в движениях. Ну, сами представляете, когда у тебя большой живот, и ты, понятное дело, ограничен в каких-то движениях, нифига себе. Понятное дело, когда ты рожаешь, у тебя, ну, уходит живот, то ты вообще просто, что хочешь, можешь сделать. И это такое чувство, что ты такой, типа, нифига себе, вообще, я даже забыла, каково это. Поэтому, конечно, прикольно. Смотрите на соску. Как бы её достать. Ой, господи. Ой. Спи. Какой же она нежный малыш. Ой, нежный малыш. Так, надо таймер-то доставить, раз она спит. Вот такое вот у меня чудо, любимая. Мы покушали. Теперь вот так вот, мило, лежим, спим. Воробушек наш любимый. Сейчас лежали со Славой, смотрели на неё. Долго умилялись нашему котёночку любимому. Посмотрите, какое же чудо. Эти губки сладкие съем. Она нам ещё улыбку подарила. Конечно, эти улыбочки, они рефлекторные. Ещё пока не осознанные. Но такой сладенький. Хорошо, она покушала. Две сиси поела. Мне кажется, кстати, что... Котёночек мой. Кстати, я видела вопросы по поводу того, ну, конечно же, как отреагировала Вивьена на нашу ручку. Мы снимали на видео. В этот момент я, правда, корнила грудью, поэтому мы это никуда выставлять... Ну, короче, не выставляли. На самом деле, какая у неё была реакция? Ну, типа, показывать особо нечего. Не знаю, посмотрим. Если там видео довольно-таки приемлемое, либо смотрим, то покажем. Она просто подошла, понюхала её головку. И немножко такая была, типа, что это такое? Что за движуха такая? Вот, то есть не было какой-то, знаете, реакции у Вивьены, типа, сумасшедшей радости или сумасшедшей грусти. Пару дней у Вивьена, ну, нормальная была, но потом немножко приуныла, как будто бы. И эти пару дней, они были действительно сложные, потому что у меня было сильное давление высокое. Я пила лекарства. Сегодня, кстати, я уже прекратила их пить. У меня хорошее давление, 125 где-то. А было 170, типа, это вообще трэш. Вот, и, ну, получается, я была вся такая вяла, в плохом состоянии, вот таком просто, знаете, всё упущенной, такой, ну, короче, прям плохо мне было. Плюс у меня ещё ребёнок грудной на руках, надо кормить, и у меня упадок сил, и я не усыпаюсь, и я устала. И, ну, короче, такое, ну, не сказать, что у меня там какая-то депрессия была, нет, просто я понимала, что надо сейчас отдыхать. Да, сейчас такое тяжёлое состояние, но что поделать, короче. Приходила немножко в себя, и вот в эти пару дней буквально, пока я приходила в себя, Вивьена немножко приуныла, потому что меня прям физически вообще не хватало. Еле как я там, ну, понятно, я в душ сходить могла, конечно, потому что мне надо было тоже в душ сходить, всё, приводить себя как-то в какое-то чувство даже, а не то, что в порядок, типа, красоты, а просто в чувство. Вот, заниматься ребёнком, несмотря на то, что Слава, конечно, помогает, всё, подгузники меняют. Понятно, он не может там грудью кормить, но подгузники всё, всё это делает мой, мы всегда вместе малышку нашу купаем. Я держу на ручках, он её там в стадочке всё промывает. Короче, вот эти ванные процедуры мы делаем вместе. Подгузники меняем, ну, не то, что по очереди, а просто как получится. Например, ночью я Славу не вожу, потому что в этом нет смысла, поскольку я всё равно просыпаюсь кормить, и мне, типа, пойти поменять ей подгузник, пока она сонная, это вообще фиг на дело. А вот когда она капризничает, у неё ещё ножки, ручки вот так вот, просто тиктоник, блин. И это как, не знаю, как в животе она сидела, точно так же она и в этом. Улыбка моя. Вот, так что у Вивы особо никакой реакции прям не было, и вот она приуныла, и Слава вывела её на прогулку, пойти погулять, и тогда Виве стало прям получше, у неё прям настроение поднялось, жизнь на краску играла. Сейчас с Вивочкой, в принципе, ничего. Да, Вив, иди сюда. Иди к нам. Я стараюсь ей, ну, Евгению, уделять внимание всегда, когда только могу. Да. Сначала Вивочка вообще боялась подходить к малышке, боялась как-то, не знаю, спугнуть и не спугнуть, даже не знаю, чего. Спала в ногах где-то, уходила в другую комнату, прям, знаете, боялась как-то помешать. То есть вот она прям именно переживала, что, может быть, она что-то не так сделает. Конечно, я думаю, ревновала тоже. И поэтому у неё состояние тоже было не очень. Ну, и вообще, в принципе, ещё животные чувствуют хозяев. Может быть, ей было ещё не очень, потому что им не было не очень. Плюс ещё ребёнка принесли в дом, в дом. Непонятно, тоже состояние какое-то новенькое. А так, одной ночью, я помню, вот одной из первых ночей, я понесла Аню менять подгузник. Вива подскочила, побежала за мной, типа, что такое делаешь? Вообще, Вивене очень всё. Это было любопытно. Любопытно, что мы делаем с ребёнком. Ну, то есть, она постоянно... Вот мы когда в ванну заходим, поменять подгузник, мы дверь закрываем, потому что мы ребёнка раздеваем, чтобы не было ни сквозняков, ничего. Вот. И Вива очень из-за этого, я думаю, грустит. Потому что ей тоже интересно посмотреть, что мы там такое с ребёнком делаем, за закрытыми дверями. Вот. На самом деле, Вивене всё это безумно любопытно, и она проявляет интерес. Она, конечно, сейчас вот так вот, знаете, поставить её, она не пойдёт. Канечке там её, не знаю, облизывает. Она вообще не из этих собачек. Я думаю, что Вивена, конечно, привыкнет скоро совсем окончательно. Так же, как и мы. Мы всё ещё тоже, конечно, привыкаем к этой новой жизни. Я думаю, что, ну, типа, мало там даже, знаете, двух недель, хотя ещё даже двух недель нет. Как мы стали родителями, всё равно этого как будто бы мало, чтобы прямо осознать свою новую жизнь. Вот. И, конечно, есть моменты такие, в которых ты устаёшь. Ну, я это постоянно говорю, что, конечно, это всё есть. Но, по крайней мере, сейчас, как вот я надеюсь, что дальше нам сложнее не будет. Вот. Но могу сказать, что всё нормально. Ну, типа, реально мы справляемся. Знаете? Как будто этот клуб анонимных каких-то этих родителей. Всё нормально, мы справляемся. Хорошо, конечно, что есть слава, что он мне помогает. Не могу сказать так же, что, вот, типа, как сказать... Я просто понимаю, что больше ответственности, ну, как сказать ответственности, больше каких-то потребностей для ребёнка сейчас закрываю я, поскольку еда — это очень важно. И также грудь, молоко, насколько я знаю, оно помогает. Ну, понятно, и в туалет сходить, и уснуть, всё, короче. То есть, по сути, вот эти вот самые главные потребности сейчас я даю ребёнку. Но чтобы, например, Слава поменял подгузник, мы вместе искупали, Слава побыл рядом с малышкой, пока я там, не знаю, иду в туалет, в душ. Ну, то есть, какие-то вот такие вещи, конечно, они тоже очень важны, и поэтому я безумно рада, что, ну, что у нас есть такая возможность находиться дома, что мы фрилансеры, что мы можем быть вместе. И каждый раз, вот, у нас родители спрашивают, чем помочь, и я, если честно, реально не знаю, чем помочь. Единственное, что я маме сказала, чтобы она приготовила без строганов мои любимые всё, потому что, ну, реально, вот даже еду, по сути, мы заказываем. Что-то иногда я готовлю, у меня есть на это время, на самом деле. Ну, просто мне приходится выбирать, либо, например, потратить время на готовку, либо потратить время на то, все, 5 и 10. Короче, просто приходится делать какой-то выбор. Конечно, что-то нужно делегировать, это однозначно, но я до сих пор не понимаю, как я могу делегировать монтаж. Для меня это, если честно, всё ещё непонятно. Мы уже, как родители, допускаем некоторые ошибки, мы достаточно тихо проводим наш день, хотя днём нужно создавать, вот так вот сидеть, ведь, как я сейчас сижу, говорю, даже музыку надо включить, по сути, но мы довольно-таки тихо проводим наш день, ночь тоже тихо, днём, я, если честно, устаю, вот у нас первое время постоянно был такой мрак, знаете, в квартире, чтобы ребёнок спал, вот это вот всё, чтобы ничем не спугнуть, сон, ещё что-то. Ну, короче, это всё, конечно, неправильно, нужно днём делать атмосферу дня, чтобы малышка привыкала к тому, что днём, типа, есть какие-то шумы, есть какие-то звуки, что можно спать под эти звуки, а ночь, как бы, тишина. Но у нас дело в том, что днём мы можем молчать, потому что днём мы можем сидеть каждый за своим компьютером работать, ещё что-то убираться, например, я могу, да, мне для этого не надо музыку какую-то слушать, хотя обычно включаю, когда убираюсь, вообще у нас обычно всегда в доме играет Алиса. Вот, она, кстати, я её тоже тестила, включала белый шум, но мне кажется, от нашей малышки вообще пофиг на все эти белые шумы, не знаю, помогают они или нет, но в любом случае иногда включаю, вдруг добавляют какой-то атмосферы, а ночью, получается, нам хочется сериалы, блин, посмотреть, здесь, на большой плаве, и в итоге у нас, ну, типа, ребёнок живёт вот так вот, типа, дурацким режимом, как у нас, днём мы спим, а ночью у нас, типа, туса-туса до четырёх утра, короче, это неправильно, но она и в животе такой же была, не знаю, может быть, ещё не поздно всё это решить и уменить, вот, я думаю, что до месяца спокойно мы можем, ну, как-то, знаете, мне кажется, нет вот этого смысла, нет, конечно, стараться надо, какие-то привычки, режимы делать, но мне кажется, что до месяца это всё настолько шатко, ну, типа, это как говорят, что вот первые три месяца жизни это четвёртый триместр, типа, триместр донашивания, и, типа, ты носишь всегда ребёнка на руках, у всех разное мнение на вот этот первые три месяца жизни ребёнка, кто-то говорит, не надо, не приучай, у меня есть подруга одна, которая говорит, носи ребёнка, носи, донашивай, первый триместр, вот это донашивание, первый триместр жизни получается, а другая подруга говорит, типа, не надо, ни в коем случае, не носи, не приучай к рукам, короче, и это такая ржака, Я понимаю, что тут реально все индивидуально Я считаю, что если ребенок просит, хочет на ручке Я поношу на ручках, буду носить Если ребенок не хочет и хочет лежать в кроватке, в люльке То пусть лучше лежит в люльке Не потому что мне лень носить, а потому что все детки разные И вот, например, я ее носила-носила вчера И да, ей вроде хорошо Я ее положила в люльку, ей также хорошо Даже может и лучше, я не знаю В любом случае, конечно, ей очень хорошо рядом со мной спать И несмотря на то, что она у нас спит в прикроватной кроватке Утром, ну, короче, ближе к утру Я ее, конечно, ночью, когда я кормлю, я ее перекладываю к нам Вот у меня, получается, лежит одноразовая пеленочка И сверху просто пеленочка, чтобы не на одноразовой малышке лежала Чтобы не на нашем постельном белье, а на своей чистой пеленочке для малыша И я ее, получается, перекладываю, кормлю Вот так вот лежим и лежим И она, конечно же, засыпает И у меня есть два варианта Либо переложить ее обратно к себе в кроватку И она будет спать Либо оставить ее рядом с нами И она тоже будет спать Обычно я перекладываю Но иногда бывает, не перекладываю Вот И она очень, конечно, хорошо рядом с Сисей спит И рядом с мамой И я думаю, что этот запах молочка, запах мамы Он, конечно, успокаивает Поэтому я уверена, что то, что говорят, типа, ребеночка поближе к себе Все равно первые три месяца для него это важно Я думаю, что в этом, конечно, есть толк, есть смысл Потому что я тоже могу сказать, что я заметила, что Ну, ей хорошо, когда она рядом со мной лежит Она лежит рядом с Сисей Ручку на Сисю положит вот так вот И ей прям хорошо, она счастлива Ну вот я так вижу Пойду делать какую-то работу Сейчас к нам еще приедет еда Не знаю, насколько наша Анютка уснула Это всегда непредсказуемый аттракцион У нас были парочку истерик Но они были, я думаю, по моей какой-то вине В том плане, что она, типа, кричала От того, что я пыталась закрыть какие-то ее потребности Которые не надо закрывать Ну, как я вам уже сказала Что она, типа, не хотела есть А я пыталась ее покормить, например И потом, когда я ее положила просто на лососку Она успокоилась Ну, то есть, это вот такие моменты И, конечно, я расстраиваюсь в такие ситуации Когда они происходят, да Но что поделать Я, как уже и сказала В первый раз мама И честно, открыто рассказываю о том Что, ну, типа, идеальным ты не можешь быть Ты не можешь быть идеальным родителем Тем более сейчас первый раз, сразу И, ну, такова жизнь Самое главное стараться И стараться слышать своего ребенка Ну, понимать его, чувствовать Вот, и не допускать каких-то вот таких Я не считаю, что это огромная ошибка Конечно, что это длилось, не знаете, не пару часов Там даже не час, не полчаса Буквально там, не знаю Может, в течение пяти минут Мы покапризничали вот так вот Ну, я достаточно быстро стараюсь смекнуть И понять, что что-то не так Что-то у нас не получается Надо что-то менять Вот, понятно, что если я ее пытаюсь накормить А она орет Я понимаю, что, ну, как бы, значит, что-то другое Так что ничего Тем, кто собирается стать родителем Тем, кто думает вообще Хочет, не хочет, переживает, чего-то боится Я могу так сказать Не надо бояться Да, жизнь изменится Но это не то, что, знаете Говорят, все, забудьте про свою жизнь У вас никакой жизни вообще не будет Вот сейчас нам даже двух недель нет Но у нас есть какая-то жизнь Я могу работать Мы выходим гулять Мы ходили в ресторан вчера Несмотря на то, что погода Типа тут такая-то сякая С мужем мы лежим в обнимку Смотрим сериал Ну, то есть Жизнь есть Жизнь продолжается Только вдобавок Еще появляется Ваш любимый ребенок Не знаю Просто плод вашей любви Которым вы оба умиляетесь Какое-то еще общее дело вас объединяет Типа помыть ребеночка Поменять подгузники Ну, то есть Все это в любом случае Очень мило, я считаю Вот так А еще кто-то по-моему голосовому Заметил, что у меня Типа очень, ну, сухо Как будто во рту На самом деле я тоже заметила Что мне надо кашель такой Прям дурацкий Поэтому мне надо много-много пить воды Вот таким образом могу следить Что там происходит Как спит наша малышечка Также у нашей этой Видеоняни есть Ночное видение, конечно же Блин, только что я снимала в сторис Вам тоже покажу Забыла что-то я Вам показать на влог Нам пришли вот такие Классные корзиночки Такой вот классный Мишутка Понятно, что пока Анечка Не будет во все это играть Я вообще-то пофиг на это все Пока что Ну, просто посмотрите Какое чудо Кстати, можно Какую-нибудь оставить Не знаю Я просто оставила Вот такую Вот еще от них тоже Чтобы здесь сосочки Можно было хранить Ну, просто Чтобы, знаете Они не вот так вот лежали Понятно, что Например, какие-то Вот такие вот ночные Я их в кровати кладу Вот Вот у нас еще есть Отдельная с девочкой Классные соски Я много заказала Потому что Ну, вот так вот Сначала я заказала Только вот эти две И когда я поняла Что это единственные соски Которые она берет Я заказала еще Просто Чтобы были Чтобы одну с собой туда положил Другую с собой туда Другие дома Плюс, тем более Если они там выпадают Где-то долго валяются Ты же их не будешь постоянно Прямо в рот засовывать Ну, вот Потому что они будут все В каких-нибудь, не знаю Волосиках Еще что-то Ну, это, может, не знаю С первым ребенком Знаете, какие-то приколы Что с первым ребенком Ты поднимаешь Стерилизуешь А со вторым просто Подул И в рот засунул Ну, короче В общем, в любом случае Мы как бы с первым ребенком Все стерилизуем Вот такие вот корзиночки Классные Можно было разных цветов Выбрать Такая вот классная Мишутка И здесь еще Тоже в этом пакетике Я еще так удивилась Что буквка А Ну, это название там бренда Просто я удивилась Думаю, нифига Как прикольно Даже как раз Аня зовут Вот такая вот классная Игрушечка Видите, какое чудо И самое мое любимое Я думаю От чего вообще Наша дочка Должна быть в восторге Причем скоро Это вот такая вот шуршалочка У нашей Ани Очень крепкие Ручки Ножки И я думаю, что Она уже берет Какие-то штуки Просто она пока не понимает Что она сделала Зачем она берет Вот Она просто хватает Ну, пальчики наши Тоже хватает Очень крепко Вот И мы уже эту шуршалочку В руки засовывали Она ее подержала В руках Ну, понятно Без какого-либо Такого, знаете Типа Вау А что это такое было Что это за шуршалочка То есть пока Ей, конечно Все это нет Ни о чем не говорит Так что такая красота Позже придумаю Куда это все деть И тут еще Вот эти корзиночки Разных размеров И вот такие корзиночки На кровать вешать Так что Вот такое чудо Как я и сказала Что здесь мы особо Не меняем ни подгузники Ничего Но здесь очень удобно Делать массаж Малышки, например Сейчас достану новую Надо пеленок заказать Потому что пеленки Одноразовые Просто уходят У нас Я не знаю Как что И когда приходит К нам врач Вот, например Приходил детский врач Тоже мы сюда Малышку клали И здесь удобно Можно как раз посмотреть Что там Как там Вот Так что Такие дела Нам пришла еда Так что Берем Видеоняню И идем на кухню Кушать Пока малыш спит Так Слава заказала нам Два вот таких супа Мы уже заказывали Позавчера По-моему Из ресторана Недалеко от нашего дома Вот И довольно-таки Неплохо Вкусненько было Вот Здесь еще Получается В одной должен быть Шашлык Слава Тут, наверное А я сказала Никаких шашлыков Не заказывай Я попросила язык Говяжий отварной Это вот вообще Офигенно Кстати В роддоме Тоже мне давали язык Говяжий отварной Я думаю Что это прям Хорошо Ну Типа хорошая еда Славе пришли Колонки Он себе заказал Мощные Он там тестирует Музло Я вот что Для себя Какой вывод Сделала Что Когда Да Я тут Один кусок курицы Ну Это Не домашний Наш Суп Я кучу курицы Запихиваю Все Моя Анютка Простянулась И теперь Обнимается Сиськой Чего Кушать надо Если открыть ротик Оттуда наверное Молочко Полеется Все Вот так вот Может она здесь Лежать Она правда Ненадолго уснула Она сейчас Прикимарит Маленечко Потом вспомнит Что она вроде как Что-то ела Перед тем как уснуть И наверное Мы доедим вторую А я там монтировала Все это время Влог с родов Причем я вчера Нормально так Что-то помонтировала А у нас сегодня ночью Что-то произошло Свет выключился Мы пришли У нас тут Лампа короче Горит Видеоняня Включена Она у меня здесь Обычно стоит Заряжается Ну короче Это значит Что что-то Короче такое было Типа свет выключали Что ж ребят Я на этом с вами Буду прощаться Сейчас уже 10 часов Скоро наша малышка Проснется Мы пойдем ее купать И пока она спит Сейчас Слава с ней Рядышком там Тоже сидит И короче говоря Я сейчас снимаю рекламу И пойду смывать макияж Еще надо будет Сегодня повесить стирку Еще одну стирку загрузить Сделаем это попозже Сейчас пока буду работать Еще к нам в гости Заходила моя мама С отчимом Вот посмотрели На нашу кнопочку Любимую Моя мама считает Ну что верхняя часть лица Славина А нижняя Моя И особенно Вот губы Даже может быть Не то что форма губ А просто Вот нижняя вот эта часть Она прям У меня тоже кстати Я вижу Даже не то что свои черты А вот черты Типа как у моего дедушки У моего папы У меня Они у нас одинаковые Вот эта часть лица Она очень Ну похожая И я это заметила Еще В роддоме Когда я как-то сфотографировала У меня показалось Что низ прям Очень похож Типа как у дедушки Я понимаю Что у меня тоже Такой низ лица Ну короче Это такие наши Скажем так Замечания То что мы видим Ну в общем посмотрим Конечно Еще будет меняться Понятное дело Но низ Прям очень похож Мама говорит Что снизу я А сверху Слава Так что вот так Так что я с вами прощаюсь Буду сидеть работать Потом мы скупаем Нашу малютку Уложим ее И буду продолжать сидеть Что-то делать Работать Вот Пока не понимаю Как нам В какой из дней Как поехать Делать документы Начать вот этими Всеми делами заниматься Потому что ее нужно прописать Сделать Всякие там Штуки-дрюки Что-то можно сделать онлайн Слава уже посмотрел Но что-то все равно Нужно будет поехать В МФЦ Всякие понятное дело Еще сегодня Я созваниваюсь С педиатром Скорее всего На этой неделе Она к нам приедет Либо на следующей Ну в общем посмотрим Потому что мы еще На дачу бы хотели поехать Тоже Но погода трэш Я не знаю Я вообще не понимаю Что это за лето такое Нам подарили вот такую камеру У нас теперь есть Вот такая вот штучка Которая следит За ребенком Она же еще может Следить за животными Слава ее управляет Из другой комнаты Нечего тут прятаться Иди отседова Его только что Напрудила целую лужу Наступила у нее И пошла по всей квартире Лапу своей санной Оставлять Что прячешься Выходи давай Так что вот Спасибо что смотрели этот влог Всех люблю Целую внимаю Ждите следующий влог Завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok